Если эта школа Бог даст будет успешным проектом, мы сможем взять ее как модель, чтобы открыть подобные школы не только в других местах Малави, но и по всему миру. Так говорила Мадонна в 2006 году о своей мечте – потратить 15 миллионов долларов на арт-школу. Академия для девочек должна была принять 500 студенток в пригороде столицы Малави – Лилонгве. Но спустя год Материал Гелл заложила камень на совершенно другой церемонии. И школа так и осталась мечтой. Работа так долго откладывалась, что все средства фонда со временем кончились. Всего Мадонна выделила на этот проект 11 миллионов долларов, чем отвлекла смету усыновления ею двух детей из Малави – Джеймса и Дэвида. Фермеры из этой деревни продали певице 117 акров земли под ее проект. Причем некоторые земли до сих пор полностью не оплачены, а у людей недостаточно прав, чтобы вернуть их. Между тем цены на еду в Малави за последний год катастрофически выросли, что вызвало волну протестов. Фермеры требуют вернуть пустующие земли под сельхоз работы. «Я бы хотела, чтобы моя земля вернулась ко мне», – говорит фермер Идирита Баути. «Хотя бы ее часть. Посмотрите, эта земля превратилась в пустыню. Нам нужно сажать хлеб». «Мы бастовали, потому что были силой и вынуждены покинуть наши земли», – добавляет фермер Фануэль Квинда. «Нам всегда хватало урожаев с этой земли на жизнь. Но посмотрите, сейчас это пустошь. Мы хотим, чтобы нам вернули нашу землю». Малавийский суд пытается объяснить представителям благотворительного фонда Мадонны, что они некорректно используют государственную землю. А тем временем Поп Дива продолжает мечтать. Теперь она заявила, что построит в Южной Африке целый школьный городок. Продолжение следует...